Мало, видимо, недостаточно. Какая волна? Городок приехал. 107, наверное. 107. Какая? 107. Радха-гарава-джи-сабал-лаба-бал-дхари-хе. Радха-паданг-кабиласа-мадхура-стали-хе. Радха-м-часа-мукам-ганг-ганг-бали-хе. Радха-ви-хар-випине-раматаг-маноме. Все вместе. Под руководством Шигуру и Вайшнаву Почему мы совершаем Раджа-Мандал-Парикруму Итак, мы прибыли в место, которое называется Мансарова Нету ничего, не слышу, далеко сильно положил Конечно, у тебя 95-я волна Мандал-Парикрума Мандал-Парикрума Кто-то может спросить, какая у нас профессия Профессия, чем мы занимаемся, чему следуем И Гаудио Вайшнава отвечает, мы, Рупа, Ноги И в этом месте сейчас Сутам Прабу Сиршал Киртан В нем говорится, как Шимати Радика испытывает разлуку по Кришне Мы желаем, чтобы Кришна испытывал разлуку и сокрушался по Радхаране Горько плакал по Радхаране, но Нишимати Радика испытывала разлуку и горько плакала по Кришне И здесь он принимает прибежище у лотосных стоп Радхаране Здесь наш возлюбленный Шилла Городов Шил Нарайна Гасвами Махарад Шилаваман Гасвами Махарад Шил Тривикрума Гасвами Махарад Здесь были лилы их дебатов, как Тривикрума Махарад занимал сторону Кришны А Шилла Городов занимал сторону Шимати Радики И оба они рассказывали Харикатху И он разогревал Шилу Нарайна Гасвами Махарад Таким образом, чтобы Шилла Городов рассказывал славу о Шимати Радхаране больше и больше Он взращивал его энтузиазм своими аргументами Таким образом, мы слышали возвышенную славу о Шимати Радхаране И Шилла Нарайна Гасвами Махарад Всегда говорил, все время говорите Кришну, Кришна Но что делает Кришна? Кришна принимает прибежище у лотосных стоп Шимати Радхаране Вот его бы посадить, а то у них кадр хорош У Годио Ващнаус очень много татвы об абсолютной истине Когда Кришна являет танец Раса Вам Шивати, Рупага Свами объясняет Радхаране сделала прекрасную гирлянду из лесных цветов И эти цветочки не были нанизаны на ниточку Они держались сами собой И она сделала это для Кришны А я делала его на нее Кришна носил эту гирлянду И Кришна думал, о, эта гирлянда на моей шее Означает, что я так рядом с Шимати Радхаране И он на минуту снял эту гирлянду И повесил ее на дерево И тогда Попу Купа подлетел И забрал эту гирлянду И полетел И тогда эта гирлянда выпала Из эротика попугая И упала в руки Чендраваля И тогда Гопи из круга Радхаране Известили, что Кришна отдал эту гирлянду Чендравале И тогда Радхаране очень сильно расстроилась И когда Кришна танцевал с Чендравале Радика испытывала разлук Испытывала гнев И когда она убежала с танца Раса Она пришла в это место И здесь горько плача Из-за ее слез Образовалось озеро Манса Ровара Слезы потоками текли из-за ее глаз Но с внешней точки зрения Как же возможно, что из слез образовалось озеро В трансцендентном точке зрения Все возможно, когда Шичи Тани Махапрабу танцевал Перед колесницей Джаганадхи Из-за его глаз потоками текли слезы Вы только представьте, насколько кто-то может плакать Что из слез образовалось целое озеро Прабхадананда Сарасвати говорит Существует семь океанов Карамельный океан Молочный океан Океан алкоголя Соленые воды океана И все эти семь разновидностей океанов Находятся в Самойшей Матери Адхаране Рупа Госвами говорит Женщины Не часто гневаются Но если они гневаются То очень сложно их усмирить, успокоить Если женщина гневается Их тяжело успокоиться Мужьям тяжело усмирить своих жен Иногда им приходится замахнуться на них Чтобы они успокоились Но когда женщина гневается Мужу приходится ее усмирять Мужчинам приходится что-то делать И так же Матерадика и пытывает Ревнивый гнев двух видов Беспричинный ревнивый гнев И причинный ревнивый гнев Шила Рупа Госвами говорит Там где нет разлуки Тогда встреча не будет полноценной Иногда матери гневаются Они не разговаривают со своими мужьями Долгое время И таким образом отношения В семье становятся более романтичными Наполняют их Более полноценным смыслом И вот Чтобы встреча была полноценной Необходимо настроение разлуки И так бывает Ман без причины И причинный ревнивый гнев И в этом мире гнев, который существует Это лишь Скудное отражение Трансцендентного Ревнивого гнева В этом мире Все имеет отражение С духовного мира В обратную сторону Итак Ман Пряма Вишеша И это Разновидность любви Пряма Означает Возвышенная чистая любовь И она имеет градации До самого пика Возвышенной любви Кришну Прямы И в этот момент Такая любовь Становится сгущенной На уровне Прямы Она развивается До других градаций Таких как Снеха Как знаете Молочные сладости делают Сначала они жидкие Потом они загустевают Сгущаются И становятся Твердыми И еще более сладостными Ман не означает гнев Как мы привыкли принимать В этом мире Гнев И если муж Не усмиряет Свою Женщину Свою жену Вовремя То ее Вот этот Ман Образуется Более Высший гнев И если он Совсем не усмиряет Ее То такая пара Идет в суд И разводится И вот Шила Рупа Госвами Патт Описывает Вот только представьте Такую разновидность Гнева Как Радхарани Увидела Гирлянду Которая Нас Сделала В руках Чандравали Уши Мати Радхарани Есть три Видно Три Разновидности Попугайчиков Маджуласи Шопан Шике И еще Одна И разные Попугайчики Выполняют Разные Действия И они Наполняют Ее Кунжу И летают Повсюду Однажды Шимати Радхика Украсила Очень изящную Кришну И попугайчик Известил Кришну Отправляйся На встречу С Шимати Радхикой На Кусум Саравару И Кришна Приходит На Кусум Саравару Своими Телятами Радхарани 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 Делает Цветков Чампака Очень ароматные Красивые Гирлянды И она Приходит И когда Кришна Увидел Эту Гирлянду Он Стал Испытывает Разлуку По Шимати Радхики Чтобы Встретиться С ней Он Стал Размышлял И тогда Он пришел На Кусум Саравару Под предлогом Что кто-то Позвал его Встретиться С ним На Кусум Сараваре Он Пришел Туда С своими Мальчиками И пастушками Но в действительности Он Пришел Встретиться С Шимати Радхарани Чандравали Сидела В своей Кунжи И она Думала Кришна Придет В мою Кунжу И Сахи Чандравали Также Ищут Кришну Они Желают Устроить Встречу Чандравали И Кришны Но Сахи Шимати Радхики Все время Стремятся Устроить Встречу Шимати Радхики Ши Кришны Итак Чандравали Сахи Чандравали Нашли Кришну И силой Затащили Его В Кунжу Чандравали Тогда Сахи Шимати Радхики Известили Шимати Радхаране И Кунжа Михаил Означает Кунжа Подобно Дворцу Итак Сахи Скали О Радхаране Кунжа 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 Сахи Шимати И Тогда Сахи Устроили Так Чтобы Кришна Покинул Кунжу Шимати Радхаране И Отправился На встречу Со Шимати Радхаране Но в то время Шимати Радхики Испытывала Глубокий Ревнивый Гнев И Тогда Когда Кришна Пришел К ней Стал Усмирить Ее Радхика Видела Уже Насколько Он Врет Перед Ней И Изворачивается Ее Гнев Не Разбивался Там Находились Деревья Тамала Амадави Крипа Это Леан Амадави Подобно Самой Шимати Радхаране А дерево Тамала Подобно Самому Кришне И Радхаране Сказала Ты такой Лжец Ты проводил Время С Чиндравали Чиндравали И Кришна Встречались Вместе Слушай Аргументы Шимати Радхики Кришна Был Побежден Радхика Спросила Я вижу Кункуму Красный Порошок На тебе Откуда Ты взял Его Кришна Сказал Я там Проходил Мимо Одного Трона И Случайно Испачкался Прабадананда Прабадананда Сарасвати Пат Говорит Не Кунджа Который Радхаране Испытывает Редак 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 Он Редак Редак Нев Редак Редак Пожалуйста Позвольте Мне Войти Но Они Не Позволяют Редак поскольку Радика испытывает ревнивый гнев. Что делают Манджариш и Матья Радики? Единственная их целью строить встречи Божественной Четы, Рады и Кришны. Джая-Джая Рада, Кришна, Югала, Милана. Чематья Радика будет испытывать счастье, когда будет встречаться с Кришной. Кришна будет очень счастье, потому что он будет встречаться с Чематьей Радикой. То Ананда, которую испытывают всякие, когда встречается Божественная Чета, это блаженство, которое они испытывают. Она переполняет их сердца, и все эмоции, духовные эмоции проявляются в них, в их сердцах, когда Божественная Чета встречается вместе. Итак, Лолита начинает петь особенным образом. И все подхватывают эту мелодию, таким образом все вокруг начинают плавиться, и цвести. Камни плавятся от любви, которая проливается там. Радхарани спросила Лолиту. Лолита, кто-то... То есть было так устроено, что Кришну переодели в Ганхарвику, которая поет изящным образом, и заставили его петь, чтобы разбить манши, мать Радики. И так Радика спросила Лолита, кто же это поет? О, это одна очаровательная Ганхарвика, поет таким искусным образом. Ты обязательно должна послушать ее пение. Мы тогда Радхарани послушали... Зачуял аромат Шри Кришны, который исходил от него в облике Ганхарвики, прекрасной певицы. И тогда Радика спросил, Лолита, почему я испытываю такое особое счастье, когда вижу эту Ганхарвику, очаровательную певицу? Как Радхарани решила сделать так, чтобы Кришна избавился от этого облика Ганхарвики и принял свой облик? Неправильный перевод, извиняйте, переводчик. И так Радхарани попросила, смени, решила подарить этой Ганхарвике одежды в знак благодарности за ее искусное пение. И тогда Асаки стали тянуть его одежды, и таким образом Божественная Чета встретилась вместе. И вы видите, деревья здесь не растут ввысь, они изогнуты искусственным образом, потому что они обладают сознанием. Эти деревья необычные. Другие деревья, которые там за сеткой, Кунджи, Шила Гурдавшила Нарайна, Гасвами Махарадж говорил, эти деревья, необычные личности, это великие мудрецы Риши Муни, которые пришли сюда обрести милощи Матератхарани. Здесь они совершают баджан. По руководствам Шигуру и Вашнавав, нашей Гурварги, мы пришли в это место. Итак, в Харикадхе мы говорим, что Шимати Радика испытывает ревнивый гнев, и Кришна пришел, чтобы разбить ее ревнивый гнев в это место. Таково значение имени Рада. Тот, кто поклоняется Кришне, Рада. Кто-то, если еще, то доставляет счастье Кришне, также Чандравалю приносит счастье Кришне. Но когда Радика видит это, Шимати Радика испытывает ревнивый гнев. Тот, кто может искусным образом удовлетворить все чувства Кришне, но нет никого, кроме Шимати Радики. И Шимати Радика очень прекрасно знает об этом, что только я могу доставить Кришне высшее счастье. И когда Радика покинула Танец Раса, Танец Раса остановился. И в то время миллионы, миллионы гопи осознали, что они не могут доставить такое счастье Кришне. И Кришна расстроился и покинул Танец Раса. Это прямо вишеша, высшее проявление возвышенной любви. И в этом месте на Мансароваре проходит очень много возвышенных игр, божественной читы. И эта пыль в этом месте содержит в себе все эти возвышенные игры. И она может исполнить все любые желания. если под руководством гуру мы приходим в это место.